Слушайте, я сейчас так подумал, вот смотришь наши инстаграмы, кажется, что мы кроме шу-пуэров, габы и иногда тигуанини вообще ничего не завариваем, но китайских чаек существует великое множество, и они мне все по-своему нравятся, поэтому будем исправлять эту ситуацию. Например, я с радостью завариваю зеленые китайские чаи, один из моих любимчиков это анзи байча, и вот он незаслуженно непопулярен на мой вкус, потому что это очень утонченный, нежный, мягкий чай, который мы сейчас и заварим. Для заваривания зеленого чая я обычно использую тонкостенную фарфоровую посуду и чуть остывший кипяток температурой примерно 85-90 градусов, потому что зеленый чай это нежный чай, если вы читали мое руководство по завариванию шен-пуэров, вот шены и зеленые, они чем-то близки в обращении, то есть что с теми особо лучше не надо дерзить, что с зелеными чаечками, но если заварить их правильно, это прям можно кайфануть и с их вкусоароматики, и с точки зрения чайного состояния, потому что не шу-пуэром единым суть человек, как написано в одной небезызвестной книге. Ох, ребята, аромат-то какой! Сразу триггериты мысли приходят о весне, начале лета, это как раз сезон сбора зеленого чая, и вот такое солнце, все цветет, расцветает, птички поют. Ради одного этого ощущения стоит заварить зеленый чай. А цвет настоя, будто жидкое солнышко у меня здесь в чихая, разлито, будто лучик поймал, и вот он теперь здесь, сейчас мы его внутрь себя посадим. Завариваю я зеленый чай не один, мне одному будет многовато, так что попьем его вместе с девчонками. Одно из самых жестких предубеждений против зеленого чая, это то, что просто это горькая водичка, ребята, заварите его совнимательно, заварите его аккуратно, и зеленый чай вам отплатят тем же. Это будет вкусный, ароматный, мягкий настоя, без какого-либо даже намека на горечь. А этапы заваривания зеленого чая примерно такие же, как и для любого другого китайского чаечка. Прогреваете посуду, промываете заварку, заливаете кипяточком, в данном случае чуть остывшим, сливаете получившийся настой в чихай, и из чихая разливаете по пиалам остальным участникам чайной церемонии. А в случае, если вы одинокий чайный самурай и предпочитаете заваривать чаечек в уединении, или для вас это какая-то медитативная практика, которую вы не допускаете других людей, либо у вас просто такое настроение, то подбираете пиалу под объем заварника и сливаете сразу миной чихай. Я так очень часто делаю, например, прихожу к чайную, мне нужно просто настроиться на грядущий день, получить творческий пинок. Я вот просто, моя легендарная ЧПУ, чайная портативная установка состоит из гайваньки, из пиалки и чайного плотенчика чабу. Ну и, конечно же, качественный хороший зеленый чай – это просто уйма витаминов, минералов и прочих аспектов зожного образа жизни, которые можно влить внутрь себя.